Канал Руненштайн Айнс представляет Фильм канала 2. Пресноводные вены мира. Глобальная система водоснабжения. Сегодня мы поразмышляем о каналах, являющихся важными транспортными и водными артериями нашего мира. Начнем с Суэцкого канала в Египте, который недавно создал большую пробку для кораблей из-за застрявшего там транспортного судна. Гигантские корабли и танкеры, неспешно идущие по безжизненной пустыне, зрелище завораживающее. Именно таким представляется туристам Суэцкий канал, соединяющий Красное и Средиземное море. Он значительно сократил путь для кораблей, которым ранее приходилось огибать всю Африку, чтобы попасть в Индийский океан. И это только географический аспект. На самом же деле Суэцкий канал связывает целые части света, Европу и Азию. Посмотреть на великий рукотворный водный объект стремятся тысячи туристов, отдыхающих на Средиземном и Красном морях. Суэцкий канал связал не только Красное и Средиземное море, но и целые части света. Он уникальный еще и потому, что на нем нет шлюзов. Длина Суэцкого канала 163 километра. Ширина не одинакова на разных участках от 120 до 318 метров. В глубину он достигает 20 метров. В среднем за день по каналу проходит 48 судов. Движение одностороннее. Суэцкий канал обслуживает около 15% от общего объема мировых торговых перевозок и примерно 20% всех перевозок нефти. Пошлины за транспортировку грузов по каналу приносят Египту огромный доход. Более 5 миллиардов долларов в год. В 1859 году началось строительство канала. Технические трудности, стоявшие перед строителем канала, были громадны. Приходилось работать под палящим солнцем в песчаной пустыне, совершенно лишенной пресной воды. Земляные работы проводились с использованием принудительного труда бедных слоев населения Египта и заняли 11 лет. Общая длина канала составила около 173 километров. В этом числе длина канала через Суэцкий перешейк 161 километр, морского канала по дну Средиземного моря 9,2 километра и Суэцкого залива около 3 километров. Ширина канала по зеркалу воды 120-150 метров, по дну 45-60 метров. Глубина по фарватеру первоначально составляла 12-13 метров, затем увеличена до 20 метров. Канал официально открылся для судоходства 17 ноября 1869 года. Это была официальная ересь. Теперь прибегнем к математическим расчетам, используем количественные методы в исторических исследованиях постройки каналов. Мы берем минимальные значения. Необходимо прорыть канал по сечению в виде трапеции с основаниями. А 120 метров по зеркалу воды, Б 45 метров по дну и высоту Х 12 метров. Площадь сечения равна 1,2 умножить на скобках А плюс Б и умножить на Х высоту. 1,2 умножить на 120 плюс 45 в скобках умножить на 12. Получаем 990 квадратных метров площадь сечения. 1 кубический метр земляной породы весит 1800 килограммов или 1,8 тонны. Я не беру точную плотность песка или скалистой породы, а считаю по минимуму, взяв за основу земляную породу. 1 метр канала весит 990 умножить на 1,8 равно 1782 тонны. Рыть-то надо было аж 161 тысячу метров. И тут цифра необходимого объема земляных работ становится запредельной и достигает 286 миллионов 902 тысяч тонн породы или 150 миллионов 390 тысяч кубометров грунта. Это необходимо извлечь и отранспортировать в сторону. 4-хосные самосвалы, которые в основном используются на земляных работах по всему миру, способны перевести, как правило, объем 20 кубических метров. Ровно столько составляет их объем самоосвального кузова. Грузоподъемность 4-хосного самосвала достигает 25,5 тонн. Для расчетов мы принимаем 25 тонн. 286 миллионов 902 тысяч тонн породы поделим на грузоподъемность 1-го 4-хосного самосвала 25 тонн. И получим 11 миллионов 476 тысяч 80 тысяч ходок, которые необходимо совершить, чтобы транспортировать извлеченную из канала породу. Даже если вы задействуете 204-хосных самосвалов, а породу они будут возить на расстояние 300 метров, чтобы она опять не сыпалась из горки в канал, то вам понадобится 57 380 ходок для каждого грузовика. Пофантазируем, что египетские землекопы за полчаса засыпят самосвал и общее время рейса составит час. Каждый самосвал будет кататься в две смены по 8 часов, совершая 16 рейсов в день и никогда не будет ломаться. На трудовое законодательство нам просто наплевать. Рабы должны работать. Arbeit macht frei, das ist fantastisch. А климатические условия в пустыне просто идеальны, как в раю. На весь объем работ будет затрачено 3586 трудодней. Канал открыли через 10 лет или 3650 дней. Спишем это на погрешность и коэффициенты в данном расчете. Даже в настоящее время с использованием современной техники построить такое техническое сооружение станет очень сложной и дорогостоящей затеей, проследив это лишь на анализе необходимых земляных работ. Я не брал в расчет другие логистические потребности, проживание рабочих, обеспечение их всем необходимым, проведение других необходимых работ, начиная с разметки стройплощадки и заканчивая проектной документацией для проведения строительных работ такого сооружения. После этого появился памятник египетской силе местного пролетариата с лопатой. Теперь мы отправимся на другую часть света и рассмотрим Панамский канал, пролегающий между Северной и Южной Америкой. Панамский канал – это судоходный канал, соединяющий Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном, расположен на Панамском перешейке на территории государства Панама. Общая длина канала составляет 81,6 км, в том числе 65,2 км пересечения суши и 16,4 км по Морскому каналу с углублением дна по Панамской и Лимонской бухтам для прохода судов глубокой воде. Общая ширина – 150 метров, ширина исторических шлюзовых камер – 33 метра, глубина – 12 метров. Официально открыт 12 июня 1920 года. Строительство Панамского канала стало одним из крупнейших и сложнейших строительных проектов, осуществленных человечеством. Панамский канал оказал неоценимое влияние на развитие судоходства и экономики в целом в западном полушарии и во всем мире, что обусловило его чрезвычайно высокое геополитическое значение. Благодаря Панамскому каналу больше не нужно огибать Южную Америку. И морской путь из Нью-Йорка в Сан-Франциско сократился с 22,5 тысяч километров до 9,5 тысяч километров. Первая попытка строительства судоходного пути на Панамском перешейке датируется лишь 1879 годом. К 1888 году на строительство канала было истрачено 300 миллионов долларов, почти в два раза больше, чем предполагалось, а выполнена была только треть работ. Причиной стал и неправильный проект «Канал на уровне моря» и низкое качество руководства организации работ, недооценка его стоимости, а также невозможность справиться с болезнями, малярией и желтой лихорадкой, косившими работников. В 1889 году компанию решено было распустить, а вокруг ее деятельности возник знаменитый скандал во Франции в 1892 по 1893 годы. Дело было передано в суд. В процессе расследования, начато в результате финансового крах компании, обнаружилась грандиозная система подкупа парламентариев, членов правительства и прессы. В 1901 году Соединенные Штаты Америки заключили с Великобританией договор Хие Паунсфото, согласно которому Штаты получили исключительное право на сооружение данного канала без участия Великобритании. К строительству канала военное министерство США приступило в 1904 году. На строительство потребовалось 10 лет, 400 миллионов долларов и 70 тысяч рабочих, из которых, по американским данным, около 5600 человек погибло на стройке. Утром 13 октября 1913 года президент США Томас Вудро Уильсон в присутствии многочисленных высокопоставленных гостей, собравшись в Белом доме, направился к специальному столику и величественным жестом нажал на золоченую кнопку. В это же мгновение мощный взрыв сотряс влажный тропический воздух в 4000 километрах от Вашингтона на Панамском перешейке. 20 тысяч килограммов динамита разрушили у города Гамбоа последнюю преграду, разделявшую воды Атлантического и Тихого океанов. Кабель длиной 4000 километров, соединявший динамит в глубине перемычки у Гамбоа с Белым домом, послушно выполнил волю президента. Представьте себе Сталина, сидящего в Московском Кремле и пускающего поезда немецко-фашистских захватчиков под откос в Беларуси. Эта фотография строительства, которая уже перед Вами в течение минуты, вела меня просто в ступор. Перед Вами какой-то паровоз, застрявший в тупике. Позади него лежат лишь шпалы. Одного рельса нет, а второй завис в воздухе. Работяги в белых рубахах на стройке. В грязи по колено что-то откапывают и расчищают. Как паровоз смог сюда проехать, или это колумбийские партизаны на оккупированных территориях пускали поезда амерофашистских захватчиков под откос? Вот так американцы строили в Марианическом сепаратистском государстве Панама на бывшей территории Колумбии грандиозное техническое сооружение. Это карта Панамского канала в 1940 году. Настырные японцы планировали разбомбить канал в августе 1945 года. Но американская военщина опередила их и разнесла ядерными бомбами два крупных города на японских островах. Больше никому в голову не приходила идея устроить теракт на подконтрольной территории США. Рассказанные мной факты в первом фильме о каналах, и это указывают на транспортное предназначение каналов. Но строительством канала пытаются не только улучшить условия доставки логистическим компаниям, по каналам подается пресная вода. Как всегда, все каналы строятся в XIX веке. Их идейными вдохновителями становятся французы, которые не были профессиональными строителями. Описание стройки просто пестрит небылицами и сказками. А фотографии строительства отсутствуют или за них выдаются те, которые вызывают сомнения в их подлинности. Везде за господство над этими водными артериями мирового судоходства начинаются войны за передел этих территорий. Это мы рассмотрели два известных канала, которые используются флотами всех стран мира. В продолжении третьем фильме о каналах мы рассмотрим один забытый канал внутреннего предназначения, который до сих пор не стали восстанавливать. Территория нахождения этого канала спорная и восстановление этого технического сооружения не может принести значительных барышей мировым элитам. Поделитесь этим видео с близким человеком. На этом все. Жми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишите комментарии и читайте комментарии. Там иногда умные люди пишут умные вещи. Всем добра. Субтитры создавал DimaTorzok